Телеканал «Осетия» и Министерство труда и социальной защиты запустили новый совместный проект. Каждую пятницу мои коллеги будут готовить сюжеты про детей-сирот. Это история о малышах, которые остались без родителей, но очень в них нуждаются. Надеемся, что после этих историй кто-то захочет подарить ребенку свою любовь и заботу. Слово Тинатин Мазашвили. Меня зовут Давид. Я учусь в пятом классе. Больше всего я люблю кататься. То на роликах, то на скутере. Вот уже почти два года Давид живет в детском доме. Он уже давно подружился с ребятами, но все же скучает по дому. Мальчик в раннем возрасте остался без попечения родителей. Долго проходил реабилитацию психологов. Сейчас все наладилось. Он ходит в школу и старается учиться как можно лучше. Он очень ласковый, доверительный. Расскажет все свои секреты. Очень любит животных. Часто выносит, кормит, ищет кошечку, собачку. Он очень заботится о малышах. У нас есть маленькие дети во втором корпусе. Он часто просится туда. И вы бы посмотрели, как он с ними общается. Вот как будто это его братья и сестры. Вот так он их опекает, ласкает их, на руки берет. Давид очень хотел показать, как играет на доле. Удалось даже немного помузыцировать на гитаре. Скоро он начнет ходить на кружки дополнительного образования. Как и все дети, он любит компьютерные игры, рисовать животных, а также мечтает попасть в хоккейную сборную. Есть у Давида еще одна необычная мечта. Кем ты видишь себя в будущем? Продавцом. Что ты будешь продавать? Фрукты. В таком возрасте, конечно, сложно делать прогнозы и всерьез задумываться о будущем. А Давид уже мыслит по-взрослому. Давид, представь, что сейчас перед тобой 20-летний Давид. Вот что бы ты спросил у самого себя? У тебя есть дом? Где ты был? Там с кем ты живешь? Какие у тебя родители? Как их зовут? Я хочу, чтобы меня забрали в семью. И я хочу, чтобы у меня была мама. Сейчас Давидик очень ждет своего дня рождения и верит, что чудо обязательно произойдет. Я жду не дождусь своего дня рождения. А когда? 12 апреля. Тинетин Музашвили, Сергей Дедикаев. Новости Осетии.